Всем привет, дорогие друзья! Обратили ли вы внимание на то, что в продаже появились вина в алюминиевых банках? Признавайтесь, покупали уже себе такое этим летом? Или все-таки относитесь к той группе людей, которые настроены скептически и считают, что нормальное вино в такую тару наливать не будут? В этом видео я расскажу вам, почему я считаю, что вина в алюминиевых банках это практически гениальное изобретение. В чем заключаются плюсы и минусы такой упаковки? Ну и также в конце видео мы попробуем два образца, вот этих, которые я купила в пятерочке. Я хотела, по правде, приобрести больше образцов, и я обошла разные сети. Красное и белое, ароматный мир, напитки мира, еще зашла в пару магазинов, но нигде больше ничего не нашла, поэтому мы остановимся именно на этих вариантах. Итак, начнем, наверное, с минусов. Понятно, что один такой вот неоспоримый, самый весомый минус заключается в том, что предполагается, что вино будет выпиваться непосредственно из банки и не переливаться в бокал. Ну что ж поделать, вот такая концепция, пить on the go, то есть по пути куда-то или на улице в тех условиях, когда стеклянного бокала нет. И основной минус такого способа употребления заключается в том, что из банки алюминиевой практически невозможно почувствовать аромат. А аромат это очень-очень важный винный аспект, потому что именно аромат отвечает за 80% впечатлений, которые мы получаем от вина. И если аромата мы не почувствуем, то, в общем-то, зачем такое вино и пить, оно будет казаться нам совершенно вот таким вот странным, безвкусным, плоским, неинтересным. Ну и еще один минус заключается в том, что мы теряем красоту ритуалов. Все-таки согласитесь, что-то в этом есть. Открыть бутылочку вина, красиво наполнить бокалы или декантер. И в данном случае этой красоты мы лишаемся. Казалось бы, ну в таком случае, при таких серьезных минусах, зачем такое вино покупать? А все-таки есть и очень-очень большие плюсы, о которых я вам сейчас расскажу. Самый главный плюс вина в алюминиевой банке заключается в том, что эта баночка решает одну из основных проблем винодельческой индустрии сегодня. Которая заключается в том, что доля молодых потребителей стремительно снижается. Вот, посмотрите, пожалуйста, на статистику винного агентства Wine Intelligence, которая показывает, как разительная снизилась доля молодых потребителей. Молодых я имею в виду от 20 до 35 лет, да, а не школьников каких-то. На рынках основных виноторговых это Великобритания и Соединенные Штаты. Всего лишь за каких-то 10 лет. Если этот тренд продолжится с такой же скоростью, с такой же динамикой, то пройдет еще каких-то 10-20 лет и останутся только очень и очень взрослые потребители, которые не вечны. Поэтому есть реально большой риск, что винная индустрия уйдет в какое-то уныние, потому что просто вина уже пить никто не будет. Итак, почему же молодое поколение не пьет вино поколения Z и миллениалы? Почему они пьют меньше? Ну, во-первых, они либо уходят в другие категории, как пиво или коктейли, потому что они проще и понятней. Никто не хочет изучать сорта винограда, разбираться в регионах производства, разбираться в разных ритуалах, как правильно держать бутылку, как правильно держать бокал. Это практически все, о чем я говорю на этом канале, молодому поколению совершенно неинтересно. И уж легче вовсе отказаться от употребления вина. Но к тому же это прекрасно соотносится с современным актуальным трендом на ЗОЖ и ПП. Здоровый образ жизни, правильное питание и отказ от напитков в рационе, которые содержатся 2H, 5OH. И поэтому я думаю, что идея вина в алюминиевой банке отличная для того, чтобы как раз вернуть молодых людей в винную категорию. А сейчас я расскажу вам, за счет каких плюсов они могут вернуться. Первый плюс заключается в том, что такое вино является более экологичным продуктом. Представьте, производство и транспортировка тяжелых стеклянных бутылок оставляет за собой углеродный след. А банки легкие перевозить гораздо-гораздо легче. И как-то почитали, что этот самый углеродный след сократится на 50%. Во-вторых, алюминий прост в утилизации и оказывает меньшее воздействие на мир. Поэтому придется по вкусу такой продукт зеленым ребятам, тем, кто за защиту окружающей среды. А также, возможно, любителям натуралки, пятнатов и вот этим вот людям, которые открыты к новым винам, к экспериментам. Второй неоспоримый плюс заключается в том, что баночное вино можно использовать там, где запрещено стекло. Ну, например, какие-то спортивные площадки, спортивные мероприятия, стадионы, бассейны, пляжи, концерты. Также я обратила внимание, когда смотрела на видопроизводителей, которые помещают свое вино в банке, на то, что их маркетинг направлен по большей части на активные виды досуга. В своих рекламных материалах они показывают, что вино в банках можно употреблять во время катания на лодке, во время кемпинга, хайкинга, катания на горных лыжах и все в таком духе. Конечно, если честно, мне сложно представить, что катаясь на горных лыжах, поднимаясь на подъемнике, я вдруг зимой достаю из кармана бутылочку игристого вина, например, такого и начинаю ее радостно пить. Пока мне это не представить. Но все же согласитесь, что сам факт помещения вина в такую банку, он автоматически открывает как будто бы двери для гораздо большего количества оказий, событий, когда это вино можно употребить, по сравнению с тем, если бы это вино было упаковано в обычную бутылку. И именно это может привлечь активных миллениалов и зумеров. Более того, такую бутылку удобно носить с собой в рюкзаке, в сумке, ее можно достать в любой момент. Эта бутылка прекрасно охлаждается и очень хорошо держит температуру прохладную. Поэтому как нельзя лучше подойдет для каких-то мероприятий летних на природе, пикники, за городом и все в таком духе. Следующий неоспоримый плюс заключается в том, что вино в такой упаковке, в баночной, становится очень демократичным напитком. Согласитесь, эта упаковка, она снимает с вина излишнюю значимость, потому что многие люди, они не хотят запариваться с этими сортами, с этими регионами, с этими ароматами. Они не хотят знать, как пользоваться этим штопором. Они просто хотят расслабиться и выпить бутылочку вина или бокал вина. И такая упаковка как нельзя лучше подойдет. Она демократичная, знать ничего не нужно, париться не нужно. Все очень просто и понятно, поэтому опять будут заходить миллениалам и зумерам. Все-таки для тех людей, кому сорта интересны, такая упаковка составляет прекрасную возможность попробовать новый бренд, новый сорт, не покупая целую бутылку. Все-таки есть небольшая проблема. Хочешь попробовать чуть-чуть, а потом бутылка открытая, стоит в холодильнике неделями и в конце выливается, потому что вино уже окислилось. С этой точки зрения баночный вино гораздо-гораздо интереснее. Ну и еще один плюс, о котором не могу не сказать, заключается в том, что вина в банках, как правило, будут обладать более низким уровнем алкоголя. Опять же, вот у меня вариант, который я купила в пятерочке, Perla, 11,5%. Я знаю, что в Европе и в Америке, в Великобритании много вин, 10-10,5% содержания алкоголя, что очень, скажем так, умеренно достаточно низкая граница содержания алкоголя. И это соотносится с трендом на здоровый образ жизни, потому что многие люди хотят, может быть, немного совсем выпить, но при этом остаться в хорошем самочувствии, с ясным сознанием и не испытывать на себе влияние алкоголя. Итак, давайте резюмируем. Баночное вино – это кратковременная какая-то причуда на рынке или серьезный, хорошо наметившийся долгоиграющий тренд? Ну, например, в Америке с 2012 по 2019 год объем рынка баночных вин увеличился с 2 миллионов долларов до 70 миллионов долларов. Вот вам и ответ. Там это серьезный тренд. И с каждым годом все больше и больше производителей выбирают такую тару. И если в самом начале пути вины использовали самые базовые, простые, дешевые, неинтересные, то сейчас я вижу, что все больше премиальных вин упаковывается в алюминиевые банки. И также, зная то, что Америка, Англия, Австралия являются такими основными важными винноторговыми рынками, на которых тренды зарождаются, то можно ожидать, что эти тренды докатятся и до России, как это обычно бывает, спустя 10 лет после их зарождения. То есть примерно вот сейчас это самое время. Пришло время, наконец-то, нам попробовать наше вино. Надеюсь, я вас не слишком утомила. Итак, это российское вино, Краснодарский край, компания-производитель называется «Союз Вино». И, кстати, насколько я осведомлена, это первая российская компания, которая стала вино разливать в алюминиевые банки, за что им большое спасибо. Новое, интересное, актуальное, трендовое. Думаю, скоро и другие компании будут к ним подключаться. Итак, я буду пробовать сначала вино непосредственно из самой банки, поскольку именно так и предполагается, что мы должны это вино пить. Помните, я говорила про концепцию «on the go», да? В тех местах, где стекла у нас в виде бокалов не предусмотрено. Сейчас я открою эту банку, и я надеюсь, что не будет здесь какого-то фейерверка, поскольку я последние 10 минут все-таки ее неистово трясла. О, фонтана не случилось, отлично. Как я и предполагала, аромат почувствовать очень сложно. Он очень такой вот тусклый, отдаленный-отдаленный, его не расслышать. Но если уж очень постараться, что-то там все-таки есть. Из плюсов могу сказать то, что аромат, он не отталкивающий. Это уже хорошо. Я не вижу сигнала дефектов, я не вижу того, какого-то намека на то, что вино испорчено, или что вино откровенно плохое, такой вот легкий тонкий аромат, который издалека лишь можно почувствовать. Во всяком случае, он приятный, фруктовый, такой свежий, скорее, может быть, яблочный. Ничего особенного, очень простой, но хотя бы он не отталкивающий. Это уже большой плюс. Кстати, вино это стоит 99 рублей за 250 миллилитров. То есть, считаем, в пересчете на бутылку 750 миллилитров получилось бы меньше 300 рублей. Да, 297, что, в общем-то, очень и очень дешево. Интересный опыт. Вино не плохое, это не совсем плохо. Это вино можно пить. Оно очень простое, оно очень базовое. Он достаточно такой вот шипучий, активный практически, как Кока-Кола, знаете. Но при этом приятный, ощутимый алкоголь, согревающий, короткое послевкусие. Это можно пить. И это может быть приятно. Наверное, я не рекомендую купить там несколько баллок такого игристого вина к себе домой. Но если с оказией, мы едем на пикник, где нужно хорошо охладить вино, где удобно пользоваться именно такой тарой, будет прекрасно, совершенно спокойно будет питься. Кстати, недавно я записывала видео, может ли дешевое вино быть хорошим, где я рекомендовала не покупать вино до 500 рублей. Это вино значительно дешевле. И его можно пить. Оно нормальное, оно более-менее. Конечно, это не какое-то звездное. Здесь нет глубины аромата, глубины вкуса. Но оно нормальное, адекватное, в меру приятное для активных видов досуга на природе. Опять же, будучи хорошо-хорошо охлажденным, прекрасно подойдет. Давайте я сейчас попробую перелить в бокал для того, чтобы просто убедиться, что будет с вином происходить. Потому что, по идее, в бокале вино должно раскрыться, стать лучше, опять же, если там есть чему раскрываться. Из бокала пить гораздо приятнее. Аромат как был достаточно закрытым и скудным, так и остался. Это не ароматное вино, но, в принципе, оно достаточно приятное. Разница, кстати, в том, что из-за бутылки алюминиевой мне показалось, что я почувствовала, как будто бы какой-то металлический привкус. Был ли он там на самом деле? Или я это себе придумала? Не знаю. Но вот такой вот металлический и железный привкус во рту, здесь его нет. В бокале практически сразу пропала игристость. Похоже просто на базовое уже белое вино, не игристое. Вот так вот у нас активно ушли пузырьки. Но, в принципе, неплохо пить можно. Я бы не сказала, что это плохо. Я не вижу дефектов. Я наблюдаю лишь приятные ощущения. Оно не горчит. Правда, недостаточно немного кислотности. Но, опять же, я могу простить это вино, которое стоит всего лишь 99 рублей. И это очень и очень дешево. Так, теперь попробуем наш розовый образец. Отличие основное не только в цвете, но и в сахаре. Если первый образец у нас абсолютно сухой, то второй образец, розовое вино, это игристое полусладкое розовое. Но пробуем теперь все то же самое с розовым полусладким вином. Его крепость составляет также 11,5%. Аромат я не чувствую вовсе никакой. Как будто бы здесь водичка. Наверное, я небольшой фанат вина такого. Как минимум потому, что в игристых мне полусладкие не очень нравятся. И похоже вот на такую легкую какую-то газировку. Практически детский лимонад. Здесь не чувствуется алкоголь, здесь не чувствуется тело. Просто какая-то такая сладенькая, шпучая водичка. Посмотрим, что же у нас окажется в бокале. Опять же, в бокале аромат не раскрылся. Я также ничего не чувствую. Ни фруктов, ни свежести, никаких там персиков, ни красных ягод. Просто ничего в ароматике на вино даже и не похоже. Цвет очень интенсивный. И такой как будто бы немножко странный. Слишком такой как будто бы химический. Ну ладно. Скажем так, на мой взгляд, на любителя, но при этом понравится тем, кто любит сладкие алкогольные напитки. Пьется очень легко и просто, как такой вот газированный компотик. Кислотность здесь крайне низкая, поэтому освежать он будет меньше. Ну, освежать он будет не очень хорошо. Но при этом сладкий алкогольный компотик, опять же, хорошо охлажденный, вполне себе можно позволить раз в год. Вот и все. Дорогие друзья, напишите мне, пожалуйста, пробовали ли вы уже эти конкретные вина? Или, возможно, вы пробовали какие-то другие вина в банке? И какие у вас остались впечатления? Все. Пока-пока. Жду ваши комментарии. Ча-ча.